Мы остановились на том, что разобрали все виды поклонения до инабы. А инабы это что такое? Это возвращение к священному Аллаху с покаянием, вместе с тем, что человек начинает делать больше поклонений. Начинает выполнять больше поклонений. Здесь мы можем написать. Это определение слова инабы. Это возвращение человека одно за другим. То есть человек возвращается к священному Аллаху, а потом, что со временем, может быть, у него падает вера, падает иман. Иман, может быть, он не до конца проявляет свое поклонение всевышнему Аллаху. Возвращение человека. Один раз за другим. То есть человек может быть, что начинает проявлять какие-то дела, какие-то грехи и тому подобное, а потом раскаивается к священному Аллаху и возвращается. Затем опять происходит то же самое. Он опять возвращается. И опять возвращается. Вот так. То есть постоянное возвращение одно за другим. Потому что человек не бывает так, что он всегда держится на высоком уровне веры, так? Или всегда, что у него вера только повышается. За редким исключением. То есть в основном люди в большинстве своем или в подавляющем большинстве, что с ними происходит? То, что они повышаются, у них вера, а потом опять понижаются, так? Делают, что люди какие-то грехи совершают. Или проявляют, что недостаток пополнения всевышнему, так и у них падает вера. И они нуждаются к тому, чтобы возвращаться опять на этот уровень. Ясно или нет? Так вот, в арабском языке значит... И поэтому, что в арабском языке нахаль, что? Пчела. Пчела. Еще называется как? Науба. Называется науба. Почему? Потому что она постоянно улетает со своего гнезда и опять туда прилетает. Улетает со своего домика и опять прилетает. Постоянно. Так или нет? Поэтому нахаль в арабском языке, чела, еще называется науба. Отсюда произошло слово какое? Инаба. Возвращение постоянное. Одно за другим. А в шариате, что такое инаба? Тоже записано так. Как это определение? Таубатун. И шариа хия Таубатун. Маа икбалин. Таубатун. Маа икбалин. Аляль-Айбада. В шариате, Всевышнем Аллахе, аль-Инаба, что такое? Это тоуба. Это когда человек делает покаяние. Маа икбалин. Аляль-Айбада. Которое сопровождается увеличением поклонения. Которое сопровождается увеличением поклонения. Понятно? То есть что такое инаба? Возвращают в себе две вещи. Это тоуба и увеличение поклонения. То есть человек возвращается и начинает поклоняться Всевышнему. Лучше, чем был до этого. Это называется аль-Инаба в шариате. Так, возвращение. То есть на русском мы просто переводим возвращение. По идее это не просто возвращение. А возвращение с покаянием, чем увеличением поклонения. Говорит аль-Инаба хаули-у-тааля. Довод на то, что возвращение является видом поклонения. То, что Всевышний сказал. И возвратитесь к вашему Господу. И покоритесь Ему. И суть говорит инабы. Это говорит аль-Руджу. Возвращение. Это когда сердце возвращается от всего, что кроме Аллаха, к одному Всевышнему Аллаху. То есть если мы говорим, что инаба, смысл ее возвращения. То есть если сердце направляется к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, то оно связывает себя с этим объектом поклонения им. Так? Его. Отсюда получается, что если сердце человека связывается с каким-то объектом поклонения, отсюда неизбежно получается, что он оставляет все, что кроме этого объекта. Так? То есть связывает свое сердце с ним. Соответственно, он не может связывать свое сердце с кем-то другим. По крайней мере, полноценно. Так или нет? По крайней мере, полноценно. И он, получается, что Раджиан, возвращающимся и викающимся к этому своему объекту поклонения. Как это получается у тех, которые связывают свои сердца с кем-то, кроме Аллаха. Как это происходит в других религиях, как, например, буддизм и так далее. То есть они возвращаются к своим объектам поклонения, плачут перед ними, и так далее, каятся перед ними и так далее. Более того, христиан даже есть что? Что они рассказывают свои грехи кому? То есть одному из служащих их церкви, так? То есть приходят, рассказывают, каятся перед ним. И он что? Отпускает им? И он отпускает им грехи. И так далее. И говорит То есть, говорит, их сердца связываются с мертвыми или с праведниками, то есть тоже умершими обычно, так? Или с пророками, или с посланниками, ау-бильджин, или с джиннами, и тому подобное. И ты, говорит, увидишь, что их сердца освобождены либо полностью, от чего освобождены? То есть высвобождены их сердцем, либо полностью для того, чтобы посвятить себя к кому? Этому объекту поклонения. Так? Или в большинстве своем. Что это означает? Это означает, что человек, если связал свое сердце с тем, объектом поклонения, это не означает, что он не может связать его со Всевышним Аллахом. В этом и заключается суть многобожия, так? Потому что они связывают свое сердце и с Аллахом, и с этими объектами поклонения. Поэтому не говорим, что он полностью связывает свое сердце только с этими божествами. Но может быть и полностью, а может быть и частично, смотря от человека. И говорит То есть в большинстве своем сердце человека получается освобожденным. Для чего? Для того, чтобы связываться только с этим объектом поклонения. Это и называется Так, возвращение в покаяние. Когда говорят Анаба, имеют в виду Раджа, то есть вернулся. Что значит вернулся? Оставил кого-то и вернулся к нему. И это возвращение, говорит, не просто возвращение, не просто голое возвращение. Но это возвращение сердца вместе с тем, что оно начинает связываться со Всевышним Аллахом и начинает надеяться, что он его простит за то, что он блуждал где-то. Понятно или нет? До этого. Поэтому сущность Инабы то, что она не приходит сама по себе только. То есть не только само по себе возвращение. Когда сердце человека кается так, понимает, что оно блуждало далеко и начинает возвращаться ко Всевышнему Аллаху, то оно вместе с тем, что возвращается вместе с этим сердцем у него есть еще и сразу несколько других видов поклонения. Из этих видов поклонения надежда и страх и любовь. И тому подобное. Поэтому тот, который возвратился к Аллаху, это тот, который возвратился от всего, что кроме Аллаха к одному Аллаху, и не будет человек возвращающихся к Аллаху, кроме как после того, как его сердце появится сразу несколько видов поклонения. Азаму хал-махабба вал-хауфу ар-раджа. Самые великие из этих видов поклонения, которые появляются в сердце возвращающегося к Аллаху, это любовь и страх и надежда. Говорит любовь к Аллаху, страх перед Аллахом и надежда на Аллаху. Исходя из этого, Инаба, то есть опираясь на этот довод, стало поклонением. И мы еще объясним, как из этого аята берется то, что возвращение к Аллаху с покаянием является поклонением. И так же поклонением она является, потому что это вещь, которая зарождается в сердце. И еще и потому, что не появляется в сердце возвращение к покаянию, кроме как сопровождается чем любовью, страхом и надеждой. Ясно или нет? Исходя из этого, шеек тебе три вещи назвал, откуда ты понял, что Инаба является чем поклонением. Первый это аят, из которого мы еще говорим, что разъясним, как берется. Второе, то, что это поклонение находится в сердце, а основа, что то, что в сердце и из таких вещей, и из чувств не является чем поклонением. И третье, то, что не может быть возвращение к покаянию, кроме как вместе с любовью, надеждой и страхом. А все это само по себе уже является что видами поклонений. А раз какая-то вещь не может стать, как называется, не может появиться вообще, кроме как через виды поклонения, через появление видов, через появление других видов поклонений, значит, ее запрещено подсвечать кому-либо, кроме Аллаха, даже если бы она не была поклонением. Потому что это будет означать, что раз ты вернулся к кому-то, кроме Аллаха, это автоматически означает, что ты полюбил, испугался и понадеялся на кого-то, кроме Аллаха. Говорит, а раз он к этому приказал, опять та же самая история, как была в раке прошлых видов поклонений. то смысл этого означает то, что он любит это дело так и доволен им. то есть доволен тем человеком, который совершает эти виды поклонений. Значит, и НАБА, то есть возвращение с покаянием, входит в определение поклонения, так, без разницы, возьмем ли мы определение ученых усолил сих или возьмем определение шейху ислама ибну таймии. И это говорит, что общий довод на то, что она является поклонением, во-первых, то есть общий довод, которым мы доказали, что эта вещь является поклонением. А теперь, такой же тогда долин на то, что раз это ибадо, то нельзя посвящать ее никому, кроме Аллаха. Такой у нас довод, что нельзя эту ибаду посвящать кому-либо, кроме Аллаха. У нас есть другой общий довод. В чем он заключается? В том, что раз мы утвердили, что какое-то дело является поклонением, то здесь мы приводим уже общий довод из Корана и сунны, как Хаулии Таалакас, например, сегодняшний сказал, не поклоняйся никому, кроме Аллаху. что нельзя посвящать поклонение, никому, кроме Аллаха. Отсюда получилось, что и набу нельзя посвящать никому, кроме Аллаха. И так же слова пророку можно использовать дуа и тому подобные доводы. Все эти доводы указывают на то, что любой вид поклонения нельзя посвящать никому, кроме Аллаха. А кто направится чем-либо из этого, кому-либо, кроме Аллаха, станет неверующим. Это что? Общий стильляр, который мы берем из этого аят и общих аятов. Но здесь есть еще указание более конкретное относительно Инабы. То, что его нельзя посвящать никому, кроме Аллаха. А заключается это общее указание, то есть что? Более частное указание, в словах Аллаха, где он сказал на него я уповаю и к нему возвращаюсь. Говорит эти слова произнес пророк Шуайт. И Аллах Всевышний сообщил о том, что Шуайт это высказал. И Всевышний не просто об этом сообщил, а сообщил это в контексте похвалы ему. Так? На него я уповаю. То есть уповаю только на него одного из этого аята, получается. И ни на кого больше, кроме него. То есть я предоставил свое дело и полностью очистил свое сердце или освободил свое сердце для того, чтобы оно было полностью полагающимся на Всевышнего Аллаха. Ва мади уль-жар уль-маджрур му-каддам опять здесь приходит жар-маджрур так, алейхи алейхи таваккальту жар-маджрур мута-каддиму, а что же мута-каддиму? Или му-каддаму? Таев, мута-каддим мая-та-алла-ку-беги ва-ху-валь-ти'аль То есть джар-маджрур Всевышний Аллах здесь поставил слово алейхи перед тем, с чем он связан. А это что? Глагол. Какой глагол? Таваккальту, так? То есть есть разница. Так же и в русском языке отсюда понимают. Если ты скажешь я уповаю на него или ты скажешь на него я уповаю. То есть есть же разница в этих двух выражениях. Так или нет? Любой многобожник может сказать я уповаю на Аллаха но еще на кого-то вместе с ним, так? Но ни один многобожник не сможет сказать на него я уповаю или на Аллаха я уповаю. Понял, да? То есть есть разница. Меняется ударение от того, как ты поставишь слова. И говорит И такое, что то, что Всевышний поставил слово алейхи перед словом Таваккальту указывает на то, что обязательно в данном случае является сужать круг и конкретизировать свое упование только одним Всевышним Аллахом. А почему здесь про упование говорит мы же что про ина будем разговаривать? Очень плохо. А? Да, просто что в аяте так пришло так алейхи Таваккальту поэтому он заодно и про Таваккаль опять объясняет. А после этого Всевышний сказал и на него я что? Точнее, и к нему я возвращаюсь. И говорит, смысл этого предложения такой на одного или к одному ему я возвращаюсь и больше никому не возвращаюсь. то есть так получается то есть я возвращаюсь будучи любящим так надеющимся и так же боящимся от всего что кроме Аллаха к одному Всевышнему Аллаху. И раз Всевышний поставил в данном случае это что? Или есть? К нему так слово к нему поставил перед тем чем оно связано а это глагол какой глагол? Возвращаюсь так это все все это указывает на то что этот вид поклонения а это касается только Всевышнего Аллаха и посвящать его можно только Всевышним Аллаху и возвращаться в покаяние и с увеличением поклонения можно кому только к одному Всевышнему Аллаху. И к тому же Всевышний Аллах упомянул это предложение хваля этим кого? Пророка Шуаиба. И там говорит что другие еще доводы есть на то что Иннабу нельзя посвящать никому кроме Аллаха. Значит этот вопрос то есть вопрос касающийся Иннабы и так же другие Ахьянан Юриду Шейх Далилан Аман Аля Ковниха и на Айбады Иногда Шейх приводит общий довод который указывает на то что это вещь является поклонением Ахьянан Юриду Далилан Аман Аля Ковниха и гады уахаса Ахьянан Юриду Аля Ковниха Аля Ковниха приводит общий довод на то что вещь является поклонением а потом тут же приводит частный довод на то что нельзя его посвящать никому кроме Аллаха Как это понять? То есть смотри в обоих случаях ты что делаешь? Сначала приводишь довод на то что является поклонением так или нет? В обоих случаях но в первом случае потом ты ищешь просто общий довод что нельзя никакое поклонение посвящать никому кроме Аллаха соответственно сюда входит или это данный или этот данный вид поклонения ясно? А во втором случае что он делает? То есть он доказывает опять что это поклонение но из этого же самого довода берешь что его нельзя посвящать никому кроме Аллаха и уже не нужна при том чтобы какие-то новые доводы общие искать ясно? То есть это два разных пути говорит какой бы вопрос мы не выбирали из вопросов поклонений которые связаны с сердцем или делами делами органов тела или делами сердца или делами языка какой бы мы вопрос из этих вопросов не выбирали непременно есть там довод общий который доказывает что эти вещи являются поклонением и также есть на это что на каждые виды поклонения свой конкретный залиль что тот кто посвятит этот вид поклонения кому-либо кроме Аллаха тот стал мушриком то есть многобожником и это хвала Аллаху ясно понятно и это единобожие так оно хорошо разъяснено и явно понятно его доводы ясны и велики и доказательства и его аяты о нем очень понятно так почему потому что каждый человек должен поклонять одну следующую Аллаху если бы доводы были затрудненными и непонятными то не достигался бы результат поэтому сегодняшний Аллах про единобожие уже явно четко выложил так что никто не может сказать что я не понимаю эти хаяты то есть никто не способен после этого принести какой-то довод для противящей стороны посредством которого он мог бы выйти в прямой дороге так то есть если ты приведешь довод за противоречную сторону за сторону многобожников сразу видишь что этот довод неправильно понял или просто что у него очень слабый этот довод и так далее и говорит но несмотря на это многие многобожники так и не покорились Всевышним Аллаху и не что и не очистили свою веру перед Всевышним Аллахом субтитры